Сегодня у нас была первая лекция, посвященная стандартам 11-го и 14-го годов. Давайте я начну с небольшого вступления, дальше поговорим сегодня о выводе типов и о максимальности. Вот картинка, немножко устаревшая, прошлогодняя, которая показывает то, как изменялся стандарт. Как я говорил, первая стандартизация прошла в 98-м году, больше чем через 10 лет после создания языка. И следующий стандарт был выпущен в 2003-м году. И этот стандарт содержал в основном фиксы, фактических багов, которые были допущены в предыдущем стандарте. Параллельно с этими фиксами отрабатывался стандарт, в который должны были войти новые фичи. И этот стандарт очень долго разрабатывался, в результате он появился только в 2011-м году. И в 2014-м году вышел стандарт 2014-го года, который по отношению к 2011-му был таким же, как в 2003-м и 1998-м. То есть в 2014-м году исправили те оплошности, которые были допущены в стандарте 2011-го года. Множество вещей были перенесены на стандарты 2017-го года. То есть так как стандарт 2011-го года очень долго разрабатывался, то все они не успели, так как они наваливали, наваливали, наваливали туда фичи. Некоторые фичи были перенесены в стандарт 2017-го года. Вот. Насколько стандарты сейчас поддерживаются эти новые? Ну, стандарт 2003-го года, надо отметить, поддерживается основными компиляторами не полностью. Там есть некоторые тонкости. Есть такое ключевое слово «экспорт» за шаблоном, который не поддерживается компиляторами. Есть несколько компиляторов, которые поддерживают, там компиляторы от Камю, но, в общем, с одной стороны никто не переживает, с другой стороны, формально говоря, 2003-й стандарт компиляторы поддерживают не до конца. Со стандартом 2011-го года примерно такая же ситуация. То есть современные компиляторы, если мы сейчас возьмем новые, там, последние их версии, они поддерживают почти весь 11-й стандарт, за исключением небольшого количества различных фич. И иногда еще что-нибудь из стандартной библиотеки не реализовано. Регулярные выражения могут не работать неправильно, и, в общем, какие-то могут быть сайд-эффекты неприятные. Стандарт 2014-го года поддерживается современными компиляторами «Плуха». На данный момент можно поискать табличку, где это расписано. Ну вот, если есть компиляторы, на которых можно уже вполне себе разумно писать в рамках 11-го стандарта, то с 2014-м годом я бы так не сказал. Можно взять последние версии, поиграть с ними, но вот надеяться на 100-процентную поддержку 2014-м стандарта, ну даже как бы 99-процентную поддержку 2014-м стандарта, наверное, не стоит. А почему? Ну, довольно непросто все реализовать. Ну, как бы выходит стандарт и поддерживает его, значит, надо полностью… Отлично. Вы представляете себе размер стандарта? Ну, это типа там полторы тысячи страниц, которые описывают, как должен работать ваш компилятор. И есть некоторые проблемы в его реализации. Просто пользователи, которые не волнуют, или что… Не совсем так. На самом деле пользователи… Далеко не все спешат переходить на новый стандарт, потому что… Ну, пользователи, в смысле, там, разработчики, потому что за этим кроется множество скрытых трат. Это траты на переучивание персонала, это траты на рефакторинг. Потратите время не на улучшение вашего приложения, а на улучшение кода. Вы потратите кучу времени на то, что компиляторы еще сырые, и у вас будут какие-нибудь баги, и вам придется писать в поддержку и так далее. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, да, уже прошло пять лет выхода 11 стандарта, но там поменьше. Тем не менее, вот сказать, что все компиляторы отлично его поддерживают, ну, я не могу. Окей. Какие основные идеи? Да, значит, ну и в дальнейшем планируется такое же продолжение этого линейки вправо. То есть, выходит раз в несколько лет, там, 6-10 лет выходит один стандарт, после этого, через несколько лет идет стандарт минорный, который фиксит баги этого стандарта. Потому что, ну, на этапе создания стандарта далеко не все сайд-эффекты можно просмотреть, пока стандарт не был передан, пока программисты-компиляторы не стали серьезно реализовывать это и не нашли какие-то проблемы, которые были пропущены, пока пользователь много не стал использовать стандарты, они не обнаружили различные недочеты и нелогичности. Вот. Поэтому вот выбран такой подход. Вот к 17-му году обещали кучу всяческих расширений стандартной библиотеки. Мы говорили, что стандартная библиотека в C++ версии 98-го года, она довольно бедная. Там есть контейнеры, потоки, там нет никакой сети, нет никакой многопоточности, нет нормальной работы с файловой системой и прочее. Вот. Это все должны будут добавить к 17-му году, как библиотеки, которые там, наверное, большинство из которых пришло через, из буста, так или иначе. Но многопоточность добавили уже в 11-м стандарте, и мы, в принципе, даже будем, наверное, какой-нибудь тест я вам покажу, как это делается. Значит, какие основные идеи, гайдлайны использовались при разработке нового стандарта? Во-первых, это поддержка стабильности и совместимости с предыдущим стандартом. Это один из главных приоритетов. То есть, опять же, да, какой… Зачем делать рефакторинг, если вы переходите на новую версию стандарта, при том, что у вас есть бэкс-компатибилити? Но, например, там вводятся новые ключевые слова. Некоторые ключевые слова могут изменить свое поведение. И поэтому здесь кроются как раз скрытые опасности, там, переходы на другую версию языка. Вот. И такие вещи есть, хотя первым… Первым пунктом идет поддержка стабильности и совместимости, ну вот. Значит, чтобы минимизировать количество таких… таких узких мест, где могло произойти при переходе на новую версию языка изменение семантики кода. Предпочитается введение новых возможностей через стандартную библиотеку, а не через ядро языка. Ну, разумно предполагать, что к некоторому моменту язык C++, но он догонит вот то отставание, которое у него произошло за условные двухтысячные, когда он отстал от современных языков, таких как Java и так далее, выразительная сила которых была значительно больше, чем у C++. Вот. Ядро языка в какой-то момент догонит по выразительности другие языки, и отставание останется только на уровне библиотек, то есть там поддержка работает. с сетью, поддержка работает, я не знаю, чем еще, с графикой, которая будет непосредственно, непосредственно частью стандартной библиотеки. Вот. Поэтому, если есть какая-то фича, которую можно реализовать двумя способами, то предпочитается введение этой фичи через стандартную библиотеку. Например, там есть спор сейчас в… к следующему стандарту про то, как реализовывать ко-программы. Знаете, что такое ко-программы, да? Когда у вас функция может завершить свое выполнение, заморозив текущие переменные на стейке, и потом продолжить свое выполнение. Так, например, в питоне реализованы там итераторы. Бежите, бежите, вы даете следующее значение, и когда в следующий раз эту функцию вызовете, вы продолжите не сначала, а с того момента, где остановились. для этого используется yield. Такой-такой оператор. Ну, в общем, видели, наверное. Ну, не видели, неважно. Вот. И эту возможность можно реализовать как через стандартную библиотеку, так и через ядро, то есть, либо добавив эту возможность просто в ядро языка, либо реализовав ее как-то там, как она, к примеру, реализована в одной из библиотеки в Boosty. Вот. И это там большой, большой спор и обсуждение, как это правильно реализовывать. Дальше. Значит, изменения, улучшающие технику программирования. Вот. Они приветствуются, и одна из задач была улучшить технику программирования. Кроме того, усовершенствовать с плюс-плюс точки зрения системы библиотечного дизайна, увеличить типы безопасности для обеспечения безопасной альтернативы нынешних опасных подходов. Ну, например, какие опасные подходы? Ну, вот у нас был ENAM, который всегда вложился в IND. И мы хотели обеспечить безопасность, что у нас этот IND, например, там, в какой-то момент, поместится в шорт, если мы хотим. INAM охраняем в шортее и что-нибудь такое. Для этого в новом стандарте у INAM можно указать тип, на котором он строится. Дальше. Увеличение производительности и возможность работать напрямую с аппаратной частью. Обеспечение реальных и распространенных... Да. Ну, это, значит, какие приоритеты, да, дальше идут? Решение реальных распространенных проблем. Продолжать реализовывать принцип не платить за то, что не используешь. И сделать C++ проще без удаления возможностей используя программистами-эксперты. То есть, хотелось сделать программист... То есть, мы тут второй семестр подряд с вами учимся C++, и мы на самом деле увидим небольшую часть. Ядро с основными фичами, но есть куча всяческих фичей, которые используют программисты-эксперты, которые нам просто не видны, и задача оставить их в языке, оставить в согласованном состоянии с этим остальным, но при этом сделать эту публичную часть, которую там большинство используют, сделать ее проще. Проще, понятнее производителя. Окей, ну это были все общие слова. Давайте начнем с небольших мелких улучшений. Ну вот, значит, какие были внесены в стандарте 2011 года. Я про 2014 стандарты сегодня почти говорить не буду. Я несколько слов скажу. У меня, наверное, даже на слайдах нет. Ну вот, да. Значит, во-первых, исправлена проблема с угловыми скобками. Вот в старом стандарте была проблема, которую комприаторы давно уже научились решать, но была проблема в том, что когда вы один шаблон определяете внутри другого шаблона, у вас могут скобки склеиться, и это соответствует оператору с дига вправо. Но это была проблема в грамматике языка С++. которая была исправлена. Грамматика, она является частью стандарта. Следующая проблема намного более серьезная. Добавлен тип nullptrt и литерал nullptr. Вы знаете, что в старой версии был некоторый null. Что этот null означал? Это макрос, который… Ну, нулевой указатель. Нет, он означал именно ноль. То есть это был не указатель, это было некоторое целое число. Обычно беззнаковое, какой-нибудь unsigned, равный нулю. То есть… конкретно в стандарте про это ничего не написано, но было примерно так написано. Define там. Нуля. Ну я не знаю. Ну либо просто ноль L. Ну ноль U. Какая-нибудь такая штука бы вам написана. И проблемы, которые возникали, если у вас есть две функции. Одна принимает, например, будет звездочка, а вторая принимает а, тогда, вызывая f от нула, вы бы вызывали вторую функцию. Это так передрузка работает? Ну потому что это целое число. Ведь раньше указатель можно было убить указатель, писать равно нулу. Можно было. Нет. Тогда я писал указатель. Когда я писал void звездочка p равняется нул, это было эквивалентно потому что я здесь напишу просто ноль. И это было специальное правило, что ноль преобразуется к указателю. Ноль как соочисленное значение типа ноль преобразуется к указателю к нулевому указателю. Это нул имело тип неуказателя. Вот. Соответственно, это все в таких детских примерах не так страшно, но страшно шаблон. Когда вы не знаете, какие функции у вас есть, вы передаете туда нул, хотя вы ожидая, что вы вызвете функцию принимающую указатель, но на самом деле вы передаете туда, вызываете функцию, которая определенная какого-нибудь целого значения. Вот. Соответственно, в новом стандарте добавлен литерал нул-птр и тип нул-птр-т. Это тип этого литерала. нул-птр-т кастуется к любому указателю. Таким образом, если вы вызовете f от нул-птр, то у вас будет вызвана именно функция, которая принимает указатель. Вот. Значит, соответственно, советую использовать нул-птр-т. Это спасет от многих проблем. Какой пример привести? Такой еще. Вот можно немножко другой пример привести. Предположим, у нас есть вот такая функция f f от t Она шаблонная? принимает некоторый t и передает его в g. Например. Вот. И пусть g принимает указатель. Соответственно, если я возьму и передам напишу void в зеленую точку p соответствующего типа указателя 0 и вызову f от p То, что произойдет? Я передам туда указатель. Тип t будет указатель. Здесь все хорошо будет. Но если я теперь вызову f от 0, то я передам сюда целое число. Ну, от 0 или 0. Передам сюда целое число, а целое число уже не может быть передано как указатель. Если литерал 0 может быть с к указателю, то значение 0 не может. Литерал это большое 0 литерал это 0 в смысле константный, который известен на этапе компиляции. Ну, другими словами, то, что здесь происходит, происходит примерно следующее. У вас есть unsigned u равняется 0, и вы пытаетесь сделать void звездочка p равняется u. Вот 0 я здесь могу написать, а u не могу уже, потому что u имеет тип unsigned. у нас правило в языке такое, что оно литерал 0 преобразует к нулевому указателю, но значение 0 не преобразует к нулевому указателю. Соответственно, вот это не скомпилируется, потому что вы передаете туда 0, этот тип t выводится как unsigned, как int, и сюда вы пытаетесь передать 0 типа int. ну и все, этот момент сломался. То есть точнее не 0 типа int, а вы передаете значение типа int, которое оказывается равно 0. Окей. Значит, дальше, то, что я говорил, перечитение со строгой типизацией. Теперь можно явно указать, какой тип является базовым для вашего enuma. Значит, добавляется к слову класс здесь, бывает обычный enuma, который действует как в старом стандарте, а если я добавлю сюда класс, то, во-первых, у нас можно указать, у enuma можно указать базовый тип, а во-вторых, теперь эти значения находятся в namespace соответствующего enuma. Обычный enuma просто определяет новые переменные, то есть, если я напишу enum e v равняется нулю, то v это будет как бы глобальной константой, она будет здесь доступна. int k равняется v. Если я здесь напишу enum класс, то я должен буду уже получать полное ими указывать e двоеточие двоеточие v. ну, это естественная вещь, да, потому что обычные enuma нарушают нарушают общие правила работы с областями видимости, то есть, мы определяем что-то в фигурных скобках, если что-то определенное в фигурных скобках, оно снаружи не должно быть видно, поэтому новые enuma, они такие согласованы с разумными представлениями о том, как работают имена поиска имен и областей видимости. Следующий пункт, это добавлено ключевое слово explicit для оператора приведения типа. Ну, вот мы про это не раз говорили, в том числе даже разбирали, как правильно определить save bull, для того, чтобы bull не кастовался неявно к целочисленным типам. То есть, когда мы делаем оператор приведения к bull, мы, если будем программировать на старом стандарте, мы будем вместо непосредственного приведения к bull делать приведение к какому-нибудь типу, например, указателю на метод или на член данных, который, в свою очередь, приводится к bull. И это спасает нас от арифметических операций, которых мы не хотим. В новом стандарте это все не нужно, то есть, техника просто выкидывается полностью за счет того, что получилось ключевое слово explicit. Я просто говорю, что оператор приведения к типу explicit, это значит, что он определяет только явные преобразования. Неявные нельзя. А шаблонный typedef в старом стандарте typedef позволял вам определять синонимы только для законченных типов, для конкретных типов. А в новом стандарте появилась возможность указывать typedef в том числе шаблонные. То есть, например, определить некоторое новое имя, которое является шаблоном от одного аргумента и раскрывается вот другой шаблон сам type от трех аргументов, где два типа уже подставлены, а second является свободной переменной. То есть, мы такой частичной подстановкой аргументов в шаблон делаем. Вот. При этом такое использование синонимов для имен при помощи ключевого слова using, оно более естественное, нежели typedef. Помните, как нужно определять typedef для указателя на функцию? Надо вот такую штуку писать неестественную, где имя получившегося typedef лежит внутри скобочек. При использовании using этого не нужно делать, и здесь получается такая естественная вещь, мы определяем типа как имя типа и то, чему оно равно. Имя синонима точнее и то, чему оно равно. соответственно, призываю вас использовать новый синтаксис, так как он более понятен и более широкий, позволяет вам в том числе определять шаблонные синонимы. Мелкие улучшения, часть вторая. Добавлен статик ассерд. Мы с вами, когда говорили про ошибки, вообще не говорили про ассерды. Как-то я этот момент опустил, давайте я пару слов скажу. Мы в самом начале начали обсуждать, когда говорили про ошибки, то, какие конкретные ошибки мы собираемся обрабатывать. И мы говорили, что исключения нужны для того, чтобы обрабатывать исключительные ситуации. Ошибки, которые произошли в работе программы, программы не по вине программиста, а потому что файл не нашелся, соединение разорвалось и что-нибудь такое. То есть мы обрабатывали исключительные ситуации. Но когда программисты пишут код, они хотят еще обрабатывать свои ошибки. И поэтому используется техника ассердов. Значит, есть такая библиотека. которая добавляет функцию ассерд. Например, если у нас есть например, если у нас есть оператор t оператор квадратные скобки, то мы не хотим внутри этого оператора проверять, что мы не вышли за границу. Потому что это будет лишний if, который замедлит этот оператор. Мы хотим, чтобы оператор квадратные скобки для вектора работал так же быстро, как он работает и для обычного сишного массива. С другой стороны, в дебажной версии я бы был рад, если это проверялось. Поэтому я внутри этого оператора делаю некоторые утверждения. Асерт — это утверждение. Я говорю, что i меньше, чем size. Например. Если это утверждение нарушится, то в дебажной версии у меня будет произойдет прерывание работы программы и выведет сообщение об ошибке, что в такой-то строчке у вашей программы произошло нарушение утверждения. Асерты полезно использовать. Это хорошая практика. Мало того, что вы проверяете то, как работает ваша программа, вы помогаете человеку, читающему ваш код, понять, какие инварианты в вашей программе есть. То есть даже если асерты не сработают и там в релизной версии они не будут скомпилированы, то все равно когда вы делаете некоторые утверждения, например, там где-нибудь вы напишете асерты, что не знаю, capacity после этой операции должно быть больше либо либо равно чем size. Вы это напишете, это там никогда не сработает, потому что это будет правильно написано, но человек, который будет это читать, он поймет, окей, вот этот инвариант, который должен сохраняться в этом месте. Вот асерты, призываю вас использовать, но то, что позволяет использовать эта библиотека, это асерты времени выполнения. в момент выполнения проверяете, что у вас все хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, как собрать дебажную версию на механизм задается? Да. Зависит от компилятора, но обычно минус подчеркивание дебаг. Это можно передать как минус дебаг на компиляторе, конечно. Окей, зачем нужны асерты времени компиляции? Потому что во время компиляции вы делаете тоже некоторые, во время компиляции можно проверить некоторые утверждения в вашем коде. Например, вы решили сделать хак. Хак следующего вида. у вас есть некоторая структура, которая куда-нибудь передается. И в ней есть поле int data. И вы решили воспользоваться этим полем, даже можно нимфа, флот даже лучше. Давайте так считать. Вы решили сделать хак. Вы решили не менять пользовательский интерфейс, опять не будете менять, потому что нельзя. Но через эту структуру вы передадите указатель. Как вы это сделаете? Скажите, ну окей, эту дату никто не читает, не меняет, float и float. Ну сюда же можно дать указатель. Поэтому давайте мы возьмем там наш указатель P и запишем его в дату следующим образом. Дата равняется. здесь напишем reinterpretcast Здесь надо с указателями сделать. Ну давайте я просто так напишу, короче, reinterpretcast от P Понятно, что имеется в виду, что я просто возьму указатель, сделаю вид, что это на самом деле не указатель, а double и залейт во float. Но в этот момент я должен проверить, а вообще поместится мой указатель во float. И я на самом деле хочу проверить здесь следующее, что sizeof float больше либо равен, чем sizeof ну условно двое звездочка. Я хочу проверить вот это утверждение. Я могу написать здесь assert, но тогда эта ошибка во-первых будет работать только в момент выполнения, во-вторых только в дебажной версии. И если я, например, в эту ветку кода не зайду, то ничего не произойдет. Я не узнаю о том, что произошла ошибка. Я хочу такие вещи уметь проверять во время компиляции. ну и соответственно есть возможность это сделать так в static assert. Причем это два параметра. Второй параметр это строка, которая будет выводиться вам. как это можно сделать в старом стандарте? ну очень просто. Можно взять библиотеку, во-первых, из бустера, а можно самому написать. Можно define сделать следующий. Определять массив. здесь у вас будет условие condition. И в том случае, если условие выполняется, то все хорошо, вы определите массив размера 1. А если не выполняется массив размера минус 1. Ну и вот, если у вас условие нарушилось, то у вас не скомпилируется, потому что массивы отрицательного размера нельзя определять. Стандарт. Ну это можно обернуть соответствующий define, и все сделать. Окей. Дальше. Да, здесь вот проверяется, что тип, который передан как t, это plain old data. Вот это некоторый шаблон, который позволяет получить информацию о типе. В новом стандарте есть множество таких шаблонов, которые позволяют проверять, например, является ли данный тип числом с плавающей точкой, является данный тип unsigned, например. Мы про это поговорим, но в одной из следующих лекций. Вот здесь проверяется, что тот тип, который передается, это plain old data, какой-нибудь тип, который является, не имеет ни конструкторов, ни деструкторов, и состоит из простейших типов, вроде встроенных. Например, какая-нибудь структура из двух int-ов. Вот это plain old data. Следующая. Добавленная возможность запрашивать и указывать выравнивание с помощью операторов align off и align as. Я не помню, разбирали бы с вами пример с optional, наверное, не разбирали, но идея такая, что если вы пытаетесь на стеке выделить некоторый массив, для того, чтобы расположить там массив чаров, например, для того, чтобы расположить там другой тип, то вы не можете быть уверены, что выравнивание этого массива будет такое же, как и выравнивание вашего типа. Типы, для которых выравнивание важно. Например, указатели могут выравниваться всегда числом кратным восьми, потому что это ускоряет доступ к ним. потому что процессор может получать только, например, ячейки кратные восьми, а если ему нужно получить указатель, который то есть вот ячейки кратные восьми, а, например, у вас указатель лежит вот так. Но это неэффективно. Ему нужно обратиться сюда, обратиться сюда, сдвинуть, склеить. Не очень круто, соответственно, на одну операцию на самом деле тратится несколько тактов. Поэтому он может какие-то типы выравнивать. Вот, и для того, чтобы не задумываться о том, попадете в выравнивание, не попадете, а это может привести к неопределенному поведению, на самом деле, если у вас без выравнивания, с другим выравниванием все это сделаете. Поэтому есть возможность во-первых, запросить выравнивание и узнать по какому как выровнен конкретный тип авторых, расположить некоторый, например, массив чаров так, чтобы он был выравнен аналогично тому, как выравнивается float. в рамках предыдущего стандарта эта проблема вообще не решалась и приходилось делать какие-то очень хитрые штуки, определять union со всеми возможными типами, ну, в смысле, возможными, встроенными всячески, клялись все, ой, не union, клялись туда все возможные целочисленные, число с плавающей точкой, указатели, указатели на член данных, указатели на функцию и так далее, потому что, ну, пытались перебрать все возможные типы и все возможные выравнивания для них и определяли структуру с этим union, ну, не структуру, а массив с этим union, и это позволяло надеяться, что выравнивание здесь будет максимальное, структура называется max-align, вот, ну, вот, чтобы такой казуистикой не заниматься, добавлены соответствующие ключевые слова, ну, видите, вот, в в техе эти слова не подчеркиваются как ключевые, aligns, ну, можно добавить, в общем-то. Сейчас вы можете все-таки пояснить, мы выделяем массив чара, в течение чара байт, память, это будут кусочки по одному байту или по 8 байт? По одному байту. А сейчас не понимаю, ну, смотрите, предположим, ваш процессор всегда работает с флотами, выровненными по 4 байта. Вполне разумный подход. Вы выделили 4 байта, которые расположены вот так. Передаете указатель на этот флот процессор, говорите, прибавь к нему 5. Что делает процессор? Он берет этот указатель, отбрасывает два последних бита, потому что он знает, что флоты всегда расположены по адресам кратным 4. И вместо этого флота читает вот такой, вот такой кусок данных. И дальше он работает. Он просто игнорирует два последних бита. 5 тут ни при чем. Значит, еще раз. Вот у нас выравнивание по 4. Это адрес, который заканчивается на 0, это адрес, который заканчивается на 4. Вы передаете компилятору адрес, который заканчивается на 2. не компилятору, а процессор. Процессор работает только с флотами, которые выровнены на 4. Поэтому, когда он видит некоторый адрес, по которому лежит флот, он игнорирует два последних бита. Два последних бита в этом адресе. И берет вместо указателя 0x, т, 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 2, берет указатель 0x, т, 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 0. Исчитывает флот, который соответствует вот этим 4 байтом, а не тем 4 байтом, который вы хотели. Это очень плохо. Именно поэтому я и говорю, что проблема в чем? Проблема в том, что вы хотите положить в этот массив чаров флот, но компилятор об этом не знает, что вы хотите туда положить. Вы просто хотите массив чаров. Вы говорите, я хочу массив чаров, а он не знает, что вы туда положите. Поэтому выравнивает его, как ему бог на душу положит. То есть может и по одному байту, да, как бы кратно одному, если и раскрыть чар. Кто? Кто? По компилятору и что? Сейчас. Вопрос, вопрос про что вы сейчас? Ну вот мы хотим положить массив чаров, неизвестно что. И когда компилятор конструирует массив чаров, он… Каждый чар будет занимать один байт, и они будут идти последовательно, без пробелов, если вы про это. Да. Я говорю, сам массив чаров в памяти, он может быть лежать так, может лежать так, может лежать так, может лежать так. Он не обязательно будет начинаться на адрес кратно четырем. А если flow вот обязан лежать, ну значит проблема. Вот все. Окей. Третье. Добавлены методы по умолчанию и удаление функций. Значит методы по умолчанию и удалению функций это возможность сказать компилятору, чтобы он определил по умолчанию специальные методы. Ну например, конструктор по умолчанию или там конструктор копирования имеет реализацию по умолчанию, естественно, да? И они в принципе генерируются компилятором. Ну в некоторых случаях, например, если вы определите еще другой конструктор, у вас конструктор по умолчанию генерироваться не будет. Потому что там такое правило, что если он генерируется, только если нет других конструкторов. Если вы другой конструктор определили, у вас конструктор по умолчанию не генерируется. Вы можете написать его сами, а можете поручить это компилятору. И он просто возьмет и дефолтную реализацию для него сделает. Также есть возможность удалить некоторый метод. Раньше мы для этого делали его по приватным объявляли, но не определяли. А теперь есть возможность явно сказать компилятору я хочу удалить этот метод. И это дает вам правильное сообщение об ошибке. И это также помогает. Ну да, дает правильное сообщение об ошибке. Помогает, тут я не прав. да. Хорошие опросы. Можете привести пример. это не свободная функция. Свободная функция это обычная функция вне класса. Смотрите, предположим, у вас есть функция шаблонная. Вот F от T и вы не хотите, чтобы она вызывалась от указателя. Вы определяете другую функцию. template класс T void F от T звездочка T и пишите здесь delete. Если кто-то попытается передать функцию F указатель, у вас перегрузка перейдет на эту функцию. Но она удалена. И аквариат скажет, нельзя передавать функцию F указатель. Почему нельзя тогда ну это получается только в шаблонах использовать? Нет. Ну не обязательно в шаблонах. Можно вот у вас есть функция void F от void. Вы хотите запретить туда передавать указательно на int. Пишите окей. Void F от int звездочка равняется delete. тогда сюда можно передать любой указатель кроме указатель int. То есть это работает только с функцией методы или так нельзя? Можно. Вот же метод удаляется. Да, точно. Оператор равно. Нет, просто для методов это пример естественный, потому что мы про это говорили с вами. Мы говорили про то, как удалять некоторые методы, которые генерируются компилятором. Как удалять оператор присваивания и конструктор копирования. Помните, мы учились делать, делая их приватными и объявляя, но не определяя. Но вот теперь это можно делать проще, без опять же казуистики. То есть для распространенных случаев добавлены естественные методы борьбы с этим. То есть их пишем как в грех под паблик в это. Да, да, да. А какая разница? Приватным пишем, даже и равно далеки пишем. Меньше магии. Меньше магии и у вас всегда будет ошибка времени компиляции. Потому что в случае, если они у вас, вы вызываете этот оператор внутри класса, то это будет ошибка времени линковки. Потому что у вас приватный, то есть доступный, но не приватный, но не определенный. Вопрос по равно дефолт. то есть к примеру, я определил класс, в приватных полях написал конструктор копирования, а обычный конструктор даже с пустыми скобками объявлять не стал и определять. Компилятор заругается, скажет, что у вас уже конструктор копирования объявлен, а объекты я не могу сконструировать, поскольку хорошо, тогда я должен написать хотя бы объявление конструктора обычного и написать равно дефолт, и тогда я не должен определять. А иначе пришлось бы еще и написать его реализацию просто пустые. Ну да, но хорошо, для конструктора по умолчанию это не так страшно, потому что обычно действительно он просто пустой, хотя ну да, просто пустой. Если вас дефолтная реализация устраивает, значит у вас устраивает пустая реализация. Но например, для конструктора копирования это не так. Там 10 полей, вам их надо скопировать, вы не хотите это писать сами. Пусть компилятор скопирует их за вас. Окей, вопрос кинуть еще. Так, теперь давайте поговорим про вывод типов. В новом стандарте добавлены два средства для того, чтобы облегчить вывод типов. Это ключевое слово авто и ключевое слово декал тайм. Вот рассмотрим, как в старом стандарте надо было бы сделать массив, который бежит по константным, массив, который прибежатся по массиву константными итераторами и, например, еще внутри получить реверс итератор. Как это надо было бы написать? Ну, написать пришлось бы вот так вот. тип конст итератор. Дальше v.c begin это функция только уже в новом стандарте появилась, она позволяет получить сразу же константный итератор. Если вы просто begin напишите, вы получите не константный, который констанется к константному. Преобразование типов произойдет, чтобы этого не происходило. Есть просто функция c begin и c end, которая позволяет вам получить константный итератор. И дальше для того, чтобы получить константный реверс итератора, нужно полностью указать тип этого итератора. Это не круто. В новом стандарте вы можете воспользоваться ключевым словом авто, который сам поймет, какой тип должен быть у итератора. Как он это поймет? Он посмотрит на то, что стоит в правой части. В правой части стоит вызов метода, который возвращает вам конст итератор. Поэтому в качестве авто здесь будет соответствующий тип. Если я здесь C уберу, то тип, который вы видите слева, будет, конечно, обычный итератор. Смотрит на правую часть. Decal type. Decal type позволяет по выражению получить его тип. В данном случае я не хочу писать длинные про конст итераторы. Я говорю, а какой тип возвращает мне функция rbegin? My leg rbegin? Ну, здесь я видимо неправильно написал, потому что нужно crbegin написать, чтобы это был const реверс итератор, а не просто реверс итератор. Но идея понятна. То есть я смотрю на тот тип, который возвращает какой-то метод или тип значения некоторого выражения и говорю, определи ко мне тип таким образом. Вот. Значит, примеры. Если у меня есть вектор константный размера 1, то авто в таком случае будет игнорировать константность и ссылки. То есть если у меня справа будет написан тип со ссылкой и со словом const, ну, со словом const только верхний уровень, конечно. То есть если там это константный указатель на константный указатель на константный указатель, то проигнорируют только верхнее слово const. Но идея в том, что игнорируется ссылка и игнорируется слово const. Поэтому если реальный тип возвращаемого значения здесь это на самом деле const in ссылка, то а для типа переменной а будет выведена int. Если я напишу decal type, то у меня будет полностью скопирован тип. То есть в том же выражении с decal type вы получаете здесь слева тип backons int. авто получает не очень хорошо. Авто это нет, авто не очень хорошо. Игнорирует ссылку, но это естественно, да, здесь вполне естественно. да. Да. Так, да, он добавит ссылку туда, все хорошо. Значит, сейчас я, давайте посмотрим пример, то есть надо просто понимать, что авто это модификатор, который используется для объявления переменной, для объявления переменной, то есть то, что мы собираемся менять, поэтому он просто берет значение, которое справа и записывает его в переменную, подразумевая, что дальше мы будем это менять, поэтому подразумевается, что мы скопируем это значение и будем его менять, поэтому если справа стоит ссылка, тем более константная, то мы просто копируем ее налево, поэтому слева будет стоять слева будет стоять просто тип переменной. А decalt-type позволяет вам скопировать тип, то есть вот полностью, если вы хотите получить именно конкретно тип, который возвращается, decalt-type вам позволяет это сделать. Окей. Дальше, значит. Ну здесь все дальше получается естественно. Авто c равняется нулю, так как 0 это int, получаем c равняется int, авто d равняется c, так как c это int. Ну вот тонкость здесь в чем? Какой тип у c здесь? Справа. Не совсем. Ссылка на int. Потому что c является именем переменной, которая в данном случае не константно доступна. c это ссылка на int. В данном контексте, если я буду обращаться к c, это будет ссылка на int. И значение c это ссылка на int. А слева будет как раз просто обычный int выведен. Если я попрошу decalt-type от имени переменной, конкретной, от имени переменной, то decalt-type мне вернет то слово, с которым эта переменная была объявлена. Тот тип, с которым эта переменная была объявлена. А если я попрошу у decalt-type тип выражения, то мне вернется именно тип выражения. Вот здесь проходит небольшая тонкость. Небольшая. То есть это просто две разные, два разных синтексиса. decalt-type от varName и decalt-type от expression. Значит, вот это просто мне возвращает тип конкретной переменной, это мне возвращает тип выражения. Поэтому здесь вот эти две строчки отличаются, несмотря на то, что формально ну тут очень похожие вещи стоят. Понятно, в чем разница? Да, просто два разности. Вот. Последнее decalt-type от нуля, ну ноль типа int, поэтому уже будет объявлен тип. Я же объяснил, смотрите, вот если я так напишу, то это будет первый случай. decalt-type от имени переменной. Тогда в этом случае e будет типа int. Такого же типа, как была переменная c. Если я в круглой скобках напишу внутри c, то это будет выражение. Тип выражения этого не ссылка. c в круглой скобках это l-value значения, то есть можем что-нибудь призвать. Да, да, да. c в круглой скобках это l-value значения, конечно. Окей. Давайте я это сотру, а мы посмотрим на следующий пример пока. в новом стандарте предлагается альтернативный синтаксис для вывода, для определения функций. Значит, какая может быть проблема? Вот я имею теперь такой мощный механизм для вывода типов, хочу сделать функцию, шаблон, тип возвращаемого значения, который будет зависеть от типов тех параметров, которые я приму. А именно, что я хочу сделать? Я хочу определить функцию плюс, которая принимает два каких-то параметра вот и дальше возвращает их сумму. Что значит их сумму? Ну, некоторые значения, которые вернет оператор плюс. Если бы оператор плюс, если бы это значение были одного типа, то можно было бы еще надеяться, что мне вернется значение того же типа. То есть, если бы здесь было только один шаблонный параметр, то тогда можно было бы надеяться, что... Ну вот, но это на самом деле неправда. То есть, можно определить оператор сложения, который будет работать не так, как... Возвращать не тот тип, который возвращает... Возвращает какой-то другой тип. На самом деле, если вы сложите какие-нибудь два була, то вы получите не бул. Два чара. Да. Нет, вы тоже эти два чара, это не строка получится у вас. Нет, но мы хотим у вас есть для чаров определенный оператор плюс, он возвращает int. Сложение двух чаров дает вам int. Ну вот так вот приведение типов. И вы хотите, чтобы эта функция вам вернула именно int. Как этого добиться? Ну вот, вам нужно придумать, какой return type сюда поставить. Что хотелось бы сделать? Хотелось бы сделать, а давайте напишем сюда decal type от a плюс b. Decal type мне возвращает тип выражения соответствующего. Но проблемка, проблемка такая, что когда компилятор читает, и читает он слева направо, он в этом месте еще не знает, что такое a и b. a и b объявлены дальше. Он не знает, что это за токены такие. И когда он встречает незнакомый токен, он плюется. Соответственно, этот код у вас компилируется. И с точки зрения разработчиков компилятора очень непросто сделать так, чтобы этот код нормально обрабатывался компилятором, потому что ему придется забегать вперед и смотреть, а не объявлены ли где-то там дальше эти значения. Поэтому вместо того, чтобы определять вот так вот функцию, определяется она следующим образом. ну, тут можно, можно, да, давайте сначала посмотрим, как это можно было бы сделать в старом синтексисе, а потом объясню, как делать это в новом. Значит, в старом синтексисе. В чем проблема вообще? Проблема в том, что у меня вот в данном месте конкретном нету никаких значений типа a и b, а я хотел бы вызвать оператор плюс для двух значений. Поэтому я могу воспользоваться такими стандартными функциями. которые делают следующее. Это функции, которые возвращают значения такого типа. Неважно. Это на самом деле ни в какой код не скомпилируется. DeclType работает на этапе компиляции. Они возвращают некоторые значения. Как они там реализованы? Скорее всего, там какой-нибудь каст используется. То есть возвращается, то есть важно только вот что, что значение этого выражения имеет тип const a ссылка. Значение этого выражения имеет тип const b ссылка. И дальше для них вызывается оператор плюс. И таким образом я как бы избавился от, ну, заменил a и b, которые здесь недоступны в этом месте, на какие-то самодельные. Два экземпляра соответствующих типов. Вот. Но это неудобно. Криво и вообще далеко не каждый готов понять, что вы здесь имеете в виду. А вместо этого можно написать вот так вот. Можно сказать template auto плюс const a, const b, а дальше написать тип после стрелочки в описании параметра. Соответственно, этот, в чем преимущество? Преимущество в том, что здесь тип вы указываете после того, как указали, после того, как объявили a и b. Теперь a и b известные типы, и можно написать просто decalt type от апрельс b. То есть в данном случае стрелочка decalt type это как бы тип возвращает. Да, да. Туда можно было писать просто стрелочка int и все было бы работало. Нормально. То есть условно, если у вас была функция int f вы можете ее теперь переопределить как вот так вот. auto f int что? Это потом? Да, да, да. auto в данном случае означает просто ну подожди немножко я определю тип дальше. и весь этот уже служит для того, чтобы мы не знаем какое у вас назначение вернется на основании таких-то шаблонных типов. Какой тип вернется точно? Да, да, да. Вот. В стандарте 14-го года а, значит в стандарте 11-го года если у вас функция состоит из одной строки из одного return выражения можно это вообще убрать. И компилятор сам догадается какой тип возвращается. В стандарте 14-го года вы у любой функции можете написать auto и если там вы уж совсем разные типы не возвращаете то компилятор догадается. Если возвращаете во всех ветках один и тот же тип то просто он и будет использоваться в качестве return type вот. Тут есть еще некоторая тонкость дело в том что то что возвращает auto это будет тип выведенный с правилами вывода auto. То есть например если вы пишете оператор квадратные скобки и внутри него вы делаете return там data вот и да вы обращаетесь к внутреннему массиву и делаете return data вот и пишите auto оператор квадратные скобки size t что вы ожидали что здесь вернется чтобы вы хотели точнее что здесь вернется вы хотели бы чтобы здесь вернулась ссылка на элемент лежащий вектор но так у вас тут написано auto то вернется значение вот в старом стандарте в смысле в старом стандарте уже по отношению к 14-му код в 11-м стандарте это никак не решается а в новом стандарте можно написать в смысле в 14-го года можно написать decal type от auto это означает что нам будем использовать auto но с правилами вывода decal type то есть тип возвращаемого значения будет ровно типом того что стоит в реторме это c++ 14 если мы конст хотим еще навесить то есть мы оператор квадратной скобки обычно перегружаем достатную ссылку или нет достатной ну если у вас это будет конст то вы здесь можете да это кстати хорошее вы можете написать здесь просто конст единственное что конст будет приписан к ссылке боюсь что есть проблемы здесь это конст будет приписан к типу а ссылка и так по ссылку конст не запишет а да наверное можно будет написать так авто конст ссылка это наверное должно сработать то есть это в обычном случае тоже сработает то есть вы напишите авто конст ссылка и равняется g где g это int то ну если это будет int g равняется 0 то вот это будет int которым приписан конст ссылка разумно думать про авто следующим образом что если вы определили авто i равняется expression то тип который здесь будет вот этот t он будет такой же как если бы вы это делали с функцией вы бы написали функцию template класс t void f от t и передали бы сюда это же expression это же expression то есть вас не удивляет ведь что когда вы передаете сюда локальную переменную типа int то функции выводится не ссылка а выводится просто int так же и здесь если вы указываете здесь локальную переменную у вас будет выведен int а не ссылка но если вы напишете здесь ссылку соответственно вот такой будет то тогда вы получите синий то есть вот этот механизм вывода типов для авто он работает так же как вывод типов для параметров функций вопросы давайте дальше еще один бонус снова стандарта это шамблоны с переменным числом аргументов как классический пример когда это нужно используется функция принтф функция принтф из стандартной библиотеки си она не типа безопасна потому что формат этой строчки это формат функции это некоторая строка которая может собираться в этапе на этапе выполнения а вы передаете туда некоторые типы и типы этих аргументов они определяются из строчки формат поэтому можно воспользоваться новой техникой шаблонов с переменным штамм аргументов и написать принтф который будет тип безопасных который будет выводить аргументы при помощи типа безопасного си аута как он будет это делать вы пишете функцию у которой будет два шаблонных параметра значит t это шаблонный параметр типа 1 а дальше идет список шаблонных параметров эти три точки это три точки части языка то есть вы пишете type name три точки arcs это означает что дальше идет произвольное число аргументов и используете аналогичную аналогичную структуру здесь в списке параметров функции значит первый параметр имеет тип t оставшиеся имеют имя arcs и их может быть сколько угодно вот ну и дальше происходит следующее вы внутри строчки выводите все ее символы а когда встречаете процентик вы выводите значение типа t оно сюда пришло уже типизированным у вас эта функция в отличие от обычного принтфа она функция c++ туда приходит значение с типами и мы внутри этой функции знаем этот тип и знаем какой какой оператор сдвига влево будет вызван здесь конкретно для 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 этого типа и он будет зависеть от типа и там на самом деле в этом формате не нужно указывать там процент f или процент d или процент все что угодно это можно туда добавить обработку всего этого формата но на самом деле не нужно не на самом деле не нужно но в простейшем случае не нужно конечно обработка формата это приятная тоже штука когда вы можете указать сколько символов после запятого и хотите получить вот и дальше это вызывается рекурсивно рекурсивно вызываете функцию принтф передавая туда оставшиеся аргументы вот это треточие это некоторый оператор такой языка такая синтаксическая конструкция которая позволяет развернуть этот список и она довольно мощная я потом в конце покажу как можно ее использовать вот но давайте здесь просто запомним что это есть потом еще будут и когда будем говорить про метапрограммирование тоже поговорим про шаблоны с переменным числом аргументов да какие-нибудь вопросы по конкретному примеру да скажите а если мы хотим взять рекурсивную функцию есть какой-то способ другой достать все параметры нет нет смотрите просто вот это выражение оно разворачивается в соответствующую последовательность никакого да обычно это подразумевают шаблонные штуки можете перед нет но он по-другому там это просто элипсис куда-куда можно передавать любые любую последовательность встроенных типов которые на самом деле еще и преобразуется к нтам и дабл и указатель то есть там три типа могут передаваться и это совсем не то а вот простые функции с таким оператором то и точки они были и до стандарта да но это другая вещь другая вещь которая позволяет просто передать произвольное количество байтов но мы не знаем типы этих параметров просто записываем их на стек и дальше мы типы этих параметров в принте вытаскивали исходя из того что написано в строчке формат написано процент f мы читаем дабл вот переходим к вишенке на торте переходим к рвелью референс и мув семантикс в новом стандарте добавлено добавлен новый тип ссылок в старом стандарте у нас был только ссылки на некоторые лвелью а в новом стандарте появляется новый тип ссылки который подначается вот так смысл этой ссылки такой это ссылка на временный объект на какой-то промежуточный объект объект значение которого нам дальше не потребуется и работа с такими объектами например объектом возвращаем из функции можно оптимизировать как оптимизировать если мы знаем что нам например из функции возвращается строка которая нам дальше не потребуется в смысле что нам из функции возвращается строка по значению она это временный объект в дальнейшем его никто использовать не будет поэтому зная то что это временный объект мы можем этим воспользоваться и вместо копирования этой строки ее переместить значит вот соответствующий конструктор перемещающего копирования или перемещающий конструктор да перемещающий конструктор он вместо того чтобы скопировать эту строку как сделал бы обычный конструктор копирования он он обменивается данными с ней, обнуляет, по сути, ту строку, которая сюда передается. Вот в старом стандарте, если помните, я много раз про это говорил, временные объекты нельзя было передавать по обычной ссылке. Можно было передавать только по константной ссылке. Временный объект можно было передать только по константной ссылке. Я просто про это, наверное, все уши вам прожужжал. Теперь есть возможность эти объекты менять и синтаксически различать те случаи, когда вы работаете с объектом, который можно менять, и с объектом, который нельзя менять. То есть с объектом, который умрет, условно, после выполнения этого метода, и объектом, который нам в дальнейшем потребуется еще. Ну да, здесь должно быть, конечно, написано S. Спасибо. Вот, соответственно, как это работает? Ну вот, предположим, у нас есть временный объект, который я передаю внутрь вектора в pushback. Пушбек принимает строку по… Значит, в pushback там тоже написано два варианта. Один принимает по константной ссылке, а другой принимает по R-value reference, по такой ссылке, по ссылке на временное значение. И в данном случае будет вызвана как раз версия пушбека, которая принимает R-value reference. И это значение будет туда передано и перемещено. То есть на каждом этапе он будет… Мы не будем перевыделять этот буфер, копировать его и так далее. Будем просто обмениваться данными, проталкивая внутрь вектора эту строку. Вот. Значит, соответственно, если я… у меня есть строка, которая является в данном случае уже R-value, она здесь невременная, но я хочу ее переместить туда, мне больше ее значения не потребовалось, то мне нужно ее передать при помощи специальной функции std-move. Если я просто передам сюда S, то она будет передана как обычная R-value ссылка, и значит, она будет скопирована. Но если я хочу заставить компилятор именно переместить ее туда, я для этого делаю std-move. Вот. Мы разберемся, что делает на самом деле std-move. То есть вот… На самом деле он ничего не делает. Но… В стандарте принято следующее правило, что мы не специфицируем, в каком состоянии будет объект после того, как его переместили. Он будет в согласованном состоянии, но вам никто не гарантирует, что это будет именно нулевая строка, то есть пустая строка. То есть он может, например, символ A содержать? Да. Да. Может так случиться, что он будет содержать символ A, слово там, алоха или что-нибудь еще. Ну, в данной реализации он будет пустой. Соответственно, у вас теперь появился не только новый тип, да, аргумента, но и два новых особых метода. Значит, добавлено два новых особых метода. Это метод, который является перемещающим конструктором и перемещающим оператором присваивания. Ну вот тут не придумали хорошего этого названия. То есть есть оператор равно, да, но вот бывает перемещающий оператор равно, бывает копирующий оператор равно. Вот старый называется копирующим, а новый называется перемещающим. Один будет вызываться, в том случае, если вы присваиваете L value, в другом случае, если вы присваиваете R value. Она находится в согласованном состоянии. Она не удалена, деструктор для нее не вызван. Это нормальная переменная. Там можно хранить все, что угодно. Это объект в согласованном состоянии. Если вы хотите дальше ее использовать, вызовите для нее clear, и все. То есть ее использование будет корректно в дальнейшем. Можете вывести ее в стандартный уровень. Это не приведет вас к undefined behavior. Это приведет к unspecified behavior. То есть ваша программа будет работать корректно, но стандарт не специфицирует, какое значение у конкретной переменной будет. При этом вы... То есть программа будет работать корректно. В смысле, что объект остался в согласованном состоянии. Все с ним хорошо. Он живой. Вот. Это, кстати, хороший вопрос. Вот. Часто думают, что когда вызывается магический std move, то объект после этого удаляется. Все, он у меня вызвался деструктором. Больше не существует. И для него там дальше на следующей строчке нужно вызвать конструктор. И пишут какую-нибудь ересь вроде там после этого надо, чтобы воспользоваться переменной, написать там string. Вот. Это не так. То есть это вообще не вызов конструктора, да. Это присваивание. Присваивание, да, временному объекту. Но, то есть это, я надеюсь, вы понимаете. Но еще глубже тут ситуация в том, что на самом деле объект никуда не делся. Мы просто вызвали для него некоторый метод, которым позволили изменить значение этой строки на что-то другое, что не специфицировано. Но сама переменная, она живет. И дальше ее можно заново использовать, если присвоить ей новое значение. И как бы деструктор для нее не вызвался. Ничего страшного не произошло. То есть не надо считать, что когда мы что-то перемещаем, мы на самом деле перемещаем кусок памяти или что-то делаем такое деструктивное. А зачем вот эти слова про это не специфицировать? Почему вы тогда просто пустую строку не записали? Потому что таким образом вы сковываете руки тем людям, которые это будут реализовывать. А вдруг в конкретном случае проще оставить там что-то другое? Проще что-то другое оставить? Так они же сами не знают, что там останется. Останется, поскольку это не специфицировано. Нет, они-то знают, что они же это реализовали. Они напишут эту строку. Те люди, которые будут реализовывать снартную библиотеку. Ну, давайте пример приведу. Вот смотрите, в этой реализации в операторе присваивания я делаю следующее. Я делаю s swap this. То есть, если у меня будет написана строка string s там hello string t мама. Вопрос, что произойдет, если я напишу s равняется std move от t? Они поменяются местами. У меня в значении переменной t окажется значение hello, а не пустая строка. Вот такая реализация. Мне так было удобнее. Это в рамках стандарта. Мы не заносим его. Мы вот вызываем просто вот этот метод. Нет. Как это следует из моих слов? Нет, потому что я говорю, что вот у меня реализация. Вот в конкретном случае. А, ну, если такая реализация. В конкретном случае, в моей реализации авторской, вот произойдет обмен значениями. Это move оператор присваивания. В смысле, перемещающий оператор присваивания. Перемещающий оператор присваивания. Все здесь хорошо? Ну, вообще все хорошо, да, вроде. Окей. Окей. Еще вопросы. Значит, что известно про эти новые особые методы? Значит, теперь у нас их шесть, да, конструктор по умолчанию, конструктор копирования, оператор присваивания, деструктор, перемещающий конструктор, перемещающий оператор присваивания. В отличие от копирующих конструктора, оператора присваивания, перемещающие методы генерируются компилятором. То есть, первая новость, которая здесь отдельно не отмечена, но компилятор умеет их генерировать. И делает оно это естественным образом. Если у вас есть один класс, в котором какие-то есть поля, то он просто почленно вызывает для них оператор, перемещающий конструктор или оператор копирующего присваивания, соответственно. То есть, он почленно это делает так же, как он делал это с обычными копирующими конструкторами и оператором присваивания. Вот. Но в отличие от копирующих конструкторов и оператором присваивания, они генерируются только, если в классе нету никаких копирующих операций, нету деструктор. Как только я определю одну из копирующих операций или деструктор, или даже перемещающую операцию, то сразу же они перестают генерироваться. И вообще это такое переосмысление произошло того, когда надо генерировать по умолчанию, потому что теперь, с одной стороны, появилась возможность коротко записать, что вы хотите, чтобы метод сгенерировался, появилось ключевое слово default, которое позволяет вам сказать, окей, я хочу, чтобы метод копирующий конструктор сгенерировался по умолчанию. Мне тогда не надо перечислять все члены, вручную их копировать, это сделает за меня компилятор. С другой стороны, я защищаюсь от того, что в классе забуду что-то реализовать. И компилятор сгенерирует мне версию, которая не подходит. Поэтому вот в дальнейшем предполагается, что генерация копирующих методов тоже будет отключаться, как только мы, например, опишем деструктор. То есть как только мы опишем деструктор, ну, предполагается, это сейчас не так, и в ближайшем стандарте, видимо, тоже не так будет. Но потенциальным будет следующее, что как только вы хотя бы одну функцию вот из этих особых написали, которая показывает, что ваш класс не так прост, что в нем есть какая-то нетривиальность, и версия, которая предложена компиляторам, не подходит, в этот же момент перестают генерироваться все эти опасные методы. Понятна мотивация? Отлично. Значит, еще один пример — Unique PTR. Мы с вами говорили, помните, про авто ПТР, у которого разрушающее копирование, такое деструктивное, которое передает владение. В новом стандарте авто ПТР признадеприкейтед, потому что там есть копирование и есть оператор присваивания, которые на самом деле не являются не оператором копирования, а оператором присваивания. Они по смыслу являются конструктором перемещения, перемещающим конструктором, и оператором перемещающего копирования. Перемещающего присваивания. оператором перемещающего присваивания. И раз уж они ими являются по смыслу, давайте мы так их и определим. То есть мы закроем, удалим, в новую термину, удалим конструктор копирования оператора присваивания и скажем, нельзя присваивать, потому что нельзя действительно присваивать оператор такой умный указатель. И вместо них опишем перемещающий конструктор и оператор перемещающего присваивания. И так и работает unique.ptr. То есть вы можете создать unique.ptr, как-то там поработать с ним. Потом, если вы хотите создать новый, вы не можете просто здесь написать p2 от p1, потому что это будет вызовом конструктора копирования. Конструктора копирования нет. И вы должны явно написать, что std move. вот, вы обязаны это написать. И таким образом вы всегда, когда вы конструируете один объект на другого, вы отдаете себя отчасти. На самом деле здесь не копируете, не создаете копию, а именно делаете перемещение. И вас эта синтаксис заставляет делать. Вот сейчас гарантия одного владельца. Да, гарантия одного владельца. При этом вы таким образом, ну, синтаксически, синтаксически у вас нету нигде копирования и присваивания. У вас есть только перемещение. Синтаксически вот это перемещение, и вот здесь тоже перемещение, да, это не копирование. Зачем так усложняется, если вы уже осознаете, что мы используем unique ptr, почему это не так? Это вы осознаете здесь конкретно. Но когда вы написали сначала std, unique ptr, p1, равняется и так далее. Ну, если, когда вы пишете код сверху вниз. Но код не пишется так, сверху вниз. Он пишется, как вы знаете, частями. Сначала написали один код, потом скопировали и вставили в другое место его, потом поменяли тип какой-нибудь переменной и проверили, что все компилируется и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, вы пишете шаблоны. Вы принимаете некоторые типы, делаете с ними нетривиальные операции, и потом что-то про них предполагаете. Так вот, с автоптр могла быть такая ситуация, то, что вы передаете некоторый автоптр в шаблон, дальше с ним общаетесь внутри шаблона, не зная какой это тип, его копируете, присваиваете, и дальше у вас получается, что после копирования у вас объект изменился. Хотя вы ожидали, что у вас получится два одинаковых объекта. То есть вот внутри шаблона вы получили бы следующее. а равно b, а дальше проверяете, а равно ли а, b. И оказывается, что вот это выражение дает вам фулс. Хотя вы предполагали вообще-то, что присваивание означает создание копии эквивалентной. Но есть проблема. понятна. То есть unique.ptr — это автоптр, который просто… в котором перемещающая… семантика перемещения названа своими именами. Окей. То есть вот такой код не скомпелируется, если здесь убрать из ADMove, тоже не скомпелируется. Давайте теперь поговорим про R-Value Reference в шаблонах. Значит, про R-Value Reference в шаблонах определены следующие правила. Это правило склейки ссылок. Если вы просто такой код напишете, у вас оно не скомпелируется, но если вдруг в шаблоне у вас при раскрытии типов к типу приписывается вторая ссылка, то остается ссылка. Просто правило такое. Если вы взяли L-Value Reference и R-Value Reference в любых комбинациях, вы все равно получите L-Value Reference. Зачем это сделано? Если вы куда-то передали в качестве объекта L-Value Reference, то вы должны внутри получить L-Value Reference. Потому что что означает, что у вас L-Value Reference? Это значит, что объект будет использоваться где-то еще. Это объект где-то лежит и будет использоваться дальше. Он не временный. Поэтому вы не должны общаться с ним как с временным. Поэтому тип, который получится, будет L-Value Reference. Если же у вас есть два R-Value Reference, то они ожидаемо склеиваются в R-Value Reference. Это склейка ссылок позволяет определить такое понятие. Оно неформальное, но оно работает именно так, как универсальная ссылка. Вы можете написать функцию вот такого типа, которая будет для L-Value работать как функция для L-Value, а для L-Value как функция для L-Value. Как это будет работать? Давайте разберемся. Значит, в том случае, если у вас сюда будет передано L-Value Reference, то есть A-ссылка, что произойдет? В этом случае T будет выведена как A-ссылка. И тип параметра функции FU будет A-ссылка R-Value Reference. За счет склейки это преобразуется в A-ссылку. Аналогично, если вы передадите сюда просто обычный A, то тип T будет A, и у вас получится R-Value Reference. Эти правила позволяют писать очень эффективный код, который одинаковый, то есть один и тот же код будет правильно работать и с R-Value Reference, и с обычными ссылками. Я покажу пример, как это можно сделать. Для того, чтобы понять, как это все должно работать, давайте рассмотрим вот такой пример. Например, предположим, мы хотим написать функцию factory, которая создает SharedPointer. Эта функция будет иметь два шаблонных аргумента. Она будет иметь первый шаблонный аргумент — тип того объекта, который мы хотим создать, а второе — это аргумент, который передается в конструктор этого типа. Вот. Ну, например, можно будет написать… Можно будет написать… Можно будет написать… авто SP равняется factory от string… Давайте здесь напишем. стринг… Можно будет такую штуку написать. В этом случае что произойдет? Типу T будет соответствовать string, а типу arc тоже будет соответствовать string. Вот. И в этом случае что произойдет? Произойдет следующее. Мы здесь передаем временный объект. Он будет передан вот в эту реализацию factory, которая принимает rvalue reference. И здесь внутри… Значит, внутри этой функции… Давайте я напишу два варианта. Сейчас мы обсудим, зачем там stdMove нужен. Не совсем очевидно. Значит, второй вариант вызова такой. У меня есть string s, который содержит слово hello. Вот. И я вызываю точно так же. Авто SP равняется factory string от s. В этом случае будет передана rvalue ссылка. И здесь у меня произойдет вызов первый вариант. Значит, с первым вариантом все понятно. То есть, зачем там arc сделан шаблонным параметром? Ну, чтобы можно было написать здесь, например, 10. Тогда это будет строчка, состоящая из 10 пробелов. Ну, чтобы можно было вызвать разные конструкторы. При помощи шаблонов с переменным числом аргументов мы потом покажем, как здесь использовать, создавать, вызывать конструктор с произвольным количеством аргументов. И это как раз то, что реально используется. Но неважно. Сейчас здесь перемены числа аргументов не так важны. Значит, что происходит? Есть два способа вызвать. Вот это первый способ вызвать, а это второй. Код написан один и тот же почти. Я хотел бы его объединить. И универсальная ссылка позволяет мне это сделать. Давайте разберемся сначала, зачем здесь потребовался std-move. Казалось бы, арм у меня уже имеет тип rvalue reference. Зачем мне здесь move? Давайте проведем следующий эксперимент. Мы напишем сейчас три функции f. Void f от int a. Такую же void f от int ссылка a. И void f от int две ссылки a. И во всех трех вариантах я спрошу вас, какого типа будет decal type от a. Давайте начнем здесь. Что будет? Чему будет равно decal type от a? Ссылка a. Действительно. Это выдаст нам int ссылку. Здесь. Почему? Потому что это локальная переменная, просто объявленная внутри функции, которая инициализируется параметром, аргументом, который передали функцию. Что здесь? Ну здесь, очевидно, тоже будет ссылка. Потому что это ссылка, проинициализированная тем ильвэлью, который был передан внутрь функции. Ну и посмотрев на первые два варианта, вас теперь не удивит, что и здесь на самом деле тоже будет ссылка. Потому что вот тип, который здесь указан, это тип того связывания, которое происходит между параметром функции и аргументом, который в нее передали. Если туда передали, если в функции вот такой параметр, параметр типа int, то это значит, что связывание произойдет копирование. Передали аргумент, он скопировался, получилась переменная a. Здесь связывание произошло, связывание ссылка. Здесь при связывании произошло потенциальное перемещение. Но внутри этой функции a во всех трех случаях является просто именем локальной переменной, которая по-разному связана с тем аргументом, который был передан функцией. Поэтому внутри этой функции arc является обычной переменной. И чтобы указать, что я хочу ее переместить, я должен, когда я ее перемещаю, я же говорю компилятору, что дальше нам не потребуется. То есть здесь происходит деструктивное ее использование. чтобы у меня здесь не было написано return, то тогда на следующей строке я бы уже не знал ее значение. Это переменная. поэтому надо ой, сори, вот здесь не было написано return, а на следующей строке я бы не знал уже ее значение. Поэтому мне нужно разделять те случаи, когда я эту переменную передаю как rValue и как rValue. То есть надо хорошо понимать, что несмотря на то, что у вас написаны в заголовке функции, здесь это внутри всегда одна и та же переменная. Она одинаково выглядит как rValue, которую вы можете изменить, можете что-то присвоить и так далее. То есть вот этот случай никак не отличается от этого. Вот. Поэтому здесь нужно stdMove, чтобы явно указать, что я хочу эту переменную дальше переделать. Вот. Теперь, если я хочу избавиться от двух одинаковых функций и склеить их в одну, то я должен каким-то образом разделить тот случай, когда я общаюсь с lValue и с rValue. Они отличаются на самом деле только в одном, вот в этом stdMove. Если я его отсюда уберу, у меня будет происходить здесь копирование. А я бы не хотел копирования. Зачем копирование, если у меня есть перемещение? Вот. Для этого есть stdForward. stdForward это штука, которая позволяет вам правильно передать правильно передать параметр внутрь вложенной функции. Так, сколько у нас времени? f? Ну ладно, давайте еще минуток, а, вон часы. Давайте не очень долго, минут 10-15 я расскажу про perfect forwarding. Наверное, довольно быстро. Значит, понятно, какую проблему пытаемся решить. Нам в одном случае нужно вызвать stdMove, и второму не нужно. Для этого используется stdForward. Вот stdForward тоже непонятная некоторая штука. Она отличается от stdMove следующим образом. ей надо указать тип того аргумента, который я перемещаю. Значит, в данном случае я перемещаю тип arc и, соответственно, надо указать arc. Вот stdForward, это можете себе написать на полях и так далее. Это функцию, которую нужно использовать только для универсальных ссылок. Вот если у вас есть универсальная ссылка, то есть ссылка, которая имеет вот ровно такой тип. Вот ровно такой. То есть тут ничего нельзя добавить. Если мы добавим, это уже будет не универсальная ссылка, она немножко по-другому будет работать. Но универсальная ссылка это вот ровно это. То есть когда имя шаблонного параметра совпадает с именем параметра функции. И дальше написана двойная ссылка. Вот эта штука, она будет работать за счет правил именно как универсальная ссылка, которая будет работать и с rvel, и с rvel. И, соответственно, если вы хотите эту универсальную ссылку передать внутрь, то вы должны воспользоваться std forward. Сейчас мы разберемся, что делает std forward. Значит, спойлер, std forward ничего не делает. То есть не делает никаких действий времени выполнения, так же, как std move. Оно просто обращается вот к этой табличке и делает это довольно просто. Значит, сейчас разберемся, понятно ли синтаксически пока только. Значит, как это работает? В чем разница? Видимо, лишний слайд. Слайд. А, нет, да, все правильно. Ну, да, это я… Мысль, которая была растянута на два слайда, сейчас склеил в один слайд, и, в общем, этот слайд не нужен. В общем, понятно, да, что вот я хочу оба эти варианта склеить в один. Давайте посмотрим, как разворачивается определение std forward. Оно определено вот так вот. В случае, если передается l-value и r-value. Значит, std forward определено очень просто. Несмотря на то, что здесь какой-то ад написан в заголовке функции, внутри мы делаем просто static cast. Стatic cast к s две ссылки. Где s это тот тип, который нам передали. То есть, вот если здесь написано forward от arc, то я здесь буду делать cast к argo. Две ссылки. Значит, как это будет работать? Вот первый в случае, l-value. У нас есть переменная, и я ее передаю сюда внутрь factory. Ну, здесь должно быть написано x, конечно. Никакого a тут нету, это должно быть x. Вот. Значит, давайте посмотрим, что произойдет. Шарик полу-то a. Нет, это я, не должно быть написано x, прошу прощения. Все правильно. У нас есть 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 тип x, который можно и тип a. и a я могу создавать от типа x. То есть, я могу такую штуку создавать. Переменную a могу создать от объекта типа x. То есть, у a есть конструктор, который принимает тип x. Что здесь происходит? Я создаю factory, вызываю функцию factory, создаю объект типа a от значения типа x. Значение типа x передается вот в эту функцию. Здесь уже подставлены шаблонные аргументы. То есть, функция не шаблонная, я просто подставил шаблон за компилятор. Что происходит? Значит, возвращаемое значение будет shared pointer от a. Это неудивительно. Я создаю, потому что объект типа a. Так как у меня здесь была универсальная ссылка, а я передавал l в l, то значение, которое было вот здесь вот значение t, ой, значение arc, значение arc, оно будет выведено как ссылка на x. Поэтому здесь будет стоять ссылка на x, а дальше два амперсанда, которые идут вот из определения здесь, да, у нас arc, два амперсанда. И эти два амперсанда будут проигнорированы, потому что у нас пройдет склейка ссылок, и здесь получится l value ссылка наверху. То есть вот то, что получится после того, как обработаются ссылки. дальше, что произойдет здесь? Здесь будет вызвано создание шарит-поинтера от a, через, внутрь будет передано new от a, и здесь будет вызвано std forward, в который будет передана x ссылка. То есть в forward передается что? Передается arg. Arg у нас это x ссылка. Поэтому сюда будет передана x ссылка. Как будет развернут forward? Значит, давайте смотрим. Здесь у нас тип s везде, и соответственно заменяется он на x ссылку. В каждом, в каждом месте, где было s, у нас будет теперь x ссылка. Вот. Давайте пока не смотреть на это remove reference. сейчас я объясню, что это такое. Посмотрим на те места, где у нас происходит склейка ссылок. Во всех местах, где у нас раньше было написано 2 амперсанда, при подстановке произойдет склейка ссылок, и мы получим l-value ссылку. И это очень хорошо, потому что нам передали l-value, и мы не хотим, чтобы он изменялся. Поэтому во всех местах, где у нас было 2 амперсанда, у нас произойдет склейка ссылок, и в результате мы получим factory вот такой, то есть который принимает l-value ссылку и передает сюда через forward к l-value ссылке. Внутри forward я делаю очень простую вещь. Я принимаю ссылку и кастую ее к ссылке. То есть это не делает ничего. Этот forward ни во что не компилируется, никаких операций не происходит, я ссылку преобразовал в такую же ссылку. Все замечательно, объект будет передан внутрь конструктора как ссылка и будет вызван соответствующий конструктор от ссылки. Да, теперь посмотрим, что такое remove reference. И как я говорил, в стандарте в новом есть различные функции, которые позволяют вам что-то сказать про типы. На самом деле есть функции, которые позволяют типами манипулировать. можно взять некоторый тип и добавить к нему ссылку или удалить из него ссылку. То есть взять тип int ссылка, например, добавить, сказать, remove reference и получу просто тип int без ссылки. Это такие функции, которые позволяют мне в шаблонах как-то модифицировать типы. А remove reference просто берет тип и удаляет из него ссылку. В данном случае у нас тип является ссылочным, поэтому мы из него ссылку удаляем и добавляем как бы и удаляем ссылку и добавляем ссылку. И получается в результате то на то и получаем обычную ссылку. это получается как reinterpret cast работает. То есть по факту ничего не меняется просто для компилятора там теперь. Нет. reinterpret cast тут ни при чем. reinterpret cast работает только для указателей. Это такая узкая штука. Давайте не будем говорить. Как работает, как кстати cast от типа а к а. То есть ничего не делает. Кстати, cast от типа к нему же. И это собственно то, что здесь и написано. Вот. То есть с Rvalu все работает очень хорошо. Теперь, как работает с Rvalu? Значит, у нас есть функция фу, которая возвращает мне временное значение типа x я создаю умный указатель при помощи следующего говорю факторе от а и передаю туда значение которое возвращается функции фу соответственно так как у меня теперь в шаблон передается время r-value то тип arm будет выведен как просто x без ссылки соответственно во всех местах где у нас была двойная ссылка эта двойная ссылка будет просто приписано r-value референс то есть у меня получится факторе принимает r-value и передает его forward указывая в качестве типа для forward x вот внутри форварда что происходит он возвращает x две ссылки здесь используется remove reference который ничего не делает потому что у нас у этого типа и так нету референса и приписывается ссылка и написано дальше static cast от а x для ссылки все это раскрывая получаем следующее факторе принимает r-value референс передает внутрь форварда с иксом forward возвращает r-value референс принимает ссылку это очень правильно потому что у нас как я говорил вот на этой доске внутри функции факторе значение арм является r-value референс я должен как-то научиться различать эти значения и различаются они за счет того что я forward передаю не только сам арг но передаю еще тот тип с которым он вывелся в данном случае и вот он отличается в разные случаи в одном случае в предыдущем это было x ссылка потому что мы передали r-value и получили x ссылку а в другом случае это будет просто x и тогда внутри форварда я буду кастовать и не к обычной ссылке а к р-value ссылки и это как раз то что нам нужно потому что мы с одной стороны здесь получили r-value референс но внутри функции она выглядит как будто это обычная ссылка r-value но за счет того что мы знаем как выводил выводились типы мы теперь ее кастуем обратно к r-value и таким образом она будет передана туда при помощи перемещения то есть вот здесь вот происходит каст от обычной ссылки к r-value ссылки и за счет этого будет вызван именно перемещающий конструктор внутрь внутрь этой функции внутрь в данном случае конструктор вот понятно ли это сложная система значит на самом деле здесь переливание из пустого порожня у нас есть просто простые правила преобразования ссылок и подобраны так аргументы что в одном случае если мы передали r-value это будет передано как r-value а в другом случае если передали r-value она будет внутри кастоваться к r-value ну вот теперь самые догадливые могли догадаться как же как должен выглядеть std move вот std move должен выглядеть ровно вот так он принимает ссылку и запутано написано но и делает он это следующее он принимает ссылку и просто кастует ее к r-value reference где r-value reference это тип t с двумя ссылками то есть он принимает в том случае если сюда будет передан просто r-value reference то здесь будет ссылка которая будет скастована к r-value reference а если здесь будет передан r-value reference то будет r-value reference который скастован к r-value reference в общем без разницы да то есть что сюда не положи но все будет скастована к r-value reference и это то что самое что делает std move то есть в принципе если вы где-то хотите написать std move где тут у нас было написано std move нигде уже я сегодня одну такую доску уже сломал давайте поаккуратнее ну например у вас есть переменная и вы хотите написать std move там от s на самом деле это то же самое если вы напишете t равняется static cast вот здесь тот тип который который имеется ввиду от s то есть вот что делает std move он берет текущую переменную или текущее значение которые у меня передали и кастует его к т ссылке соответственно та функция в данном случае оператор присваивания которые здесь есть он это будет именно перемещающий оператор присваивания потому что в него передается r-value reference вся магия которая спрятана внутри std move ну вот здесь это разобрана ну давайте пропустим этот момент то есть ну да давайте я просто на нижней посмотрим части то есть если я в std move передаю обычную ссылку то происходит кастование от обычной ссылки к r-value reference а если я передаю сюда r-value reference то происходит кастование от r-value reference к r-value reference ну то есть конечно да как я сказал внутри этой функции а все равно будет r-value reference но она будет обратно скастована к r-value reference замечание значит std move и std-former не выполняют никаких действий времени выполнения то есть это просто такие хелперы которые позволяют вам правильно подобрать тип и указать компилятору что в этом случае делать перемещать или копировать ну перемещать или передавать по ссылке все последний слайд который показывает вам как все это можно вместе использовать с шаблонами с переменным числом аргументов значит во-первых давайте посмотрим как работает многоточие многоточие оно может быть использовано как при определении параметров так и при определении например базовых классов при определении параметров функции при определении списка инициализации и так далее то есть многоточие это такой синтаксический сахар который делает следующее он берет то что написано слева от него и копирует столько раз сколько есть аргументов у этой функции на самом деле подставляя в качестве ну вот здесь у меня base classes это тип который соответствует списку аргументов шаблона соответственно здесь в этом списке будут подставлены имена типов а внутри будут поставлены соответствующие именно параметры функции то есть вот видите я здесь кажется что я здесь ничего не дописал на самом деле это компилирующий код компилирующийся код здесь все написано полностью все хорошо этот код компилируется это значит что я беру делаю шаблон классным и указываю здесь три класса и дальше я могу даже сюда передать какие-нибудь значения типа а типа b и типа c вот у меня создан класс который унаследован от а b и c и более того при у него есть конструктор который принимает аргументы всех этих трех типов и и инициализирует базовые классы теми значениями которые сюда передал вот скажите что это очень круто это очень обобщенный код работа с любым списком типов значит все с ними там ну которые которые имеют конструктор копирования вот значит как это используется ну пример такого использования это функция make unique не очень хорошо использовать обычный конструктор unique ptr почему ну потому что есть вот эта проблема которую мы сами обсуждали когда говорили про умные указатели есть если есть у нас функция какая-то которая принимает два умных указателя я напишу просто у них ptr вот там ptr например например хочу вот такой unique ptr сделать ну можно писать b передать функцию два умных указателя это все очень хорошо как раз эти функции unique ptr и нужен для того чтобы передавать функцию все здесь как бы хорошо но проблема здесь вот в чем проблема в том что если у меня здесь или здесь произошло исключение то может произойти утечка ресурсов за счет того что вычисление этого выражения оно произвольным образом происходит у меня может сначала вызваться ну здесь потом ее здесь и только после этого вызываться конструкторы уже непосредственно для unique ptr 1 и unique ptr 2 вот можно заменить это на следующую вещь можно заменить это на место вызова создания временных объектов вызвать здесь функцию которую мне вернет уже готовый unique ptr и вы у этого решения уже нет такой проблемы потому что мне возвращаются уже готовые unique ptr и нету выражения в котором есть зависимость от порядка вычислений здесь зависимости нет если у меня исключение произошло внутри этой функции ну окей эта функция еще не вызвана ну либо наоборот а если была вызвана значит у меня уже умный указатель готов и он удалит все данные все хорошо вот как сделать такой маяки make unique ну простой сделать очень просто для этого не нужен никакой никакие шаблоны шаблоны переменным числом аргументов потому что ну можно просто создавать объект с конструктором по умолчанию но если я хочу передавать на какие-то параметры в конструктор этого класса а и б то мне нужно поддержать все возможно весь любой возможный набор параметров конструктора и в старом стандарте мне пришлось бы делать это следующим образом я просто бы взял сказал ну окей ну умные люди не будут писать конструктор который принимает больше десяти аргументов сказал бы я и взял бы написал десять реализаций make unique ну точнее одиннадцать с нулем аргументом с одним аргументом с двумя и так далее и а будь я еще умнее я бы написал какой-нибудь код который это генерирует а вот здесь в новом стандарте нам ничего никакого кода не нужно этот код уже встроен в язык то есть я просто пишу следующий код я говорю чтобы мы определим функцию make unique которая вернет нам unique ptr нужного типа и которая принимает список параметров любой который здесь будет а дальше я здесь возвращаю return std unique ptr от new type а внутрь конструктора этого типа я передаю следующую конструкцию std forward arcs от парамс дальше многоточие это многоточие будет развернуто в следующее будет развернуто в перечисление всех типов из arcs с большой буквы ну forward вот arcs с большой буквы соответственно с перечитением соответствующих парамс из аргументов функций то есть вот это работает вот так то есть здесь будет написано внутри type если я там передаю а b и c то будет написано new type от std forward от а там условно что-то передается дальше точно так ну вот а например std forward вот b b ну и в общем так далее то есть многоточие развернется в нужное мне перечисление этого выражения вот которое стоит слева от многоточия с подставленным значением arc парамс да да он должен не знаю что это конкретность мой вариант надо смотреть как как это у вас работало не знаю с чем ну давайте покажите мне я посмотрю так я не не знаю то есть ну вот данный код должен работать да и с тем и с другим вот значит еще пример как можно использовать многоточие можно вычислить сайзов количество аргументов например сайзов где будет не общая сумма количество аргументов с многоточием вот а использовать make unique можно вот так вот например здесь создается unique ptr от вектора в конструкторе которого передаются числа 10 и 13 соответствующие там размеру вектора и значению по умолчанию вот вроде все что я хотел сегодня рассказать вопросы хороший вопрос в прошлый раз мы говорили да про исключение или за прошлый раз но ну вот но except это примерно то же что throw ничего только с возможностью это эту информацию запросить в момент компиляции вот и на этом можно строить всяческие интересные вещи например если вы пишете функцию которая которая должна гарантировать отсутствие исключений то вы можете например выбрать не отсутствие исключений я прошу прощения а функцию которая строго гарантия исключения гарантия правильно обеспечивать вот и например это функция оператор присваивания для вектора что делает оператор присваивания для вектора он копирует все элементы вот но оператор присваивания я в том случае если ну оператор копирующего присваивание захотите сделать его не генерирующая исключения или за строго гарантия исключением перемещающий оператор присваивания так сделать, видимо, не получится. Почему? Потому что у вас в том случае, если оператор перемещения для самих объектов может кидать исключение. Вот если он может кидать исключение, тогда вы можете начать перемещать объекты, и у вас в этот момент произойдет исключение. И все плохо. Это не для вектора, но надо подумать, для какого-нибудь типа, где вам нужно несколько объектов переместить. Если у вас в середине произошло исключение, у вас получился наполовину перемещенный объект. Вы можете попытаться восстановиться обратно, но в этот момент у вас может произойти еще одно исключение. И вот если вы хотите такого избежать, тогда можно эту информацию в compile time запросить, а является ли оператор, конструктор перемещения, no except. То есть гарантируется, что он не бросает исключение. И в том случае, если гарантируется, написать эффективную версию, которая перемещает. А если не гарантируется, написать копирование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...